За 22 года проведения фестиваля в концертных программах выступило около 80 исполнителей из более 20 стран. Это были лучшие органисты России из стран ближнего и дальнего зарубежья. Некоторые принимали участие неоднократно. Орган не только будет выступать как сольный королевский инструмент, мощный, глобальный, 2500 труб, он также проявит себя как инструмент деликатный, который прекрасно может гармонировать в ансамбле с разными инструментами, с человеческим голосом, с флейтой, с трубой. Можно будет услышать орган в четыре руки и в четыре ноги. Откроется фестиваль концертом выдающегося органиста современности заслуженного артиста России Александра Фисейского. Зрители впервые услышат его дуэт с дочкой, флейтисткой Верой Фисейской. Та программа, которая составлена, мне кажется, она очень интересная, очень разнообразная. Я прекрасно знаю всех исполнителей, которые участвуют в этих концертах. Я думаю, что это будет очень интересное в целом мероприятие, но мы постараемся внести посильную лепту. Вера Фисейская поделилась концертной программой, которую подготовила для сочинской публики. В концерте прозвучают произведения Ганна Себастьяна Баха, Георга Фредриха Генделя, прекрасного композитора итальянского Леонардо Винчи. А солист сочинской филармонии Владимир Королевский в дуэте с Вероникой Лобаревой раскроет силу природных стихий, которые отразились в шедеврах органной музыки в концерте «Шторм» и «Штиль». Фишка каждого органного фестиваля в Сочи – это открытие чего-то нового каждый раз на каждом фестивале. И вот в этом году в числе прочих событий ярких и праздничных будет премьера нового произведения. Это будет моя симфония для органного дуэта. 22-й фестиваль органной музыки пройдет в Сочи с 7 по 25 сентября. Подробную информацию о выступлениях вы можете узнать на сайте или в кассах концертного зала. Асальту Легенова, Александр Киреев, Время новостей.